Итак, это анализ рынка 6 октября, время 8.32. Я, честно говоря, не хотел сегодня анализ записывать, поэтому напишите в комментариях, интересно ли он вам вообще в качестве ежедневного обзора рынка в целом и акций компаний в том числе. Потому что я хочу определенные реформы на этом канале начать проводить, так сказать, вводить определенные полезные аспекты для всех тех, кто его смотрит. Поэтому в комментариях напишите, чтобы я знал, кого что интересует. Рыночный фон на сегодня такой. Азия в плюсе, фьючерсы на США и ЕС в небольшом плюсе, нефть в аналогичном тоже небольшом плюсе. На ММВБ, учитывая умеренный позитивный ход торгов азиатов, болтаться будем все равно в боковике. По индексу РТС и ММВБ были гэпы, по ММВБ гэп почти закрыт вчера. По-моему, вчерашний, да, а, нет, потом, да-да, вчерашний, почти этот гэп закрыт. По РТС этот гэп только предстоит закрыть. Давайте начнем с Инекс и РТС. Отмечу сразу то, что вышли, вышли, то есть, данные, что физлиц в российском рынке становится все больше, больше и больше, да, а рынок в боковике. Это говорит уже о том, что, скорее всего, большие участники рынка, вероятнее всего, разгружаются об толпу физиков. Почему я так считаю? Я, в принципе, об этом неоднократно говорил, мнение выражалось свое, что толпок прибыли, но вряд ли получится повести. А учитывая, сколько людей сейчас пришло в рынок росить кто-то же самый, ну это вообще пипец. Это огромная масса людей, сколько там, открыли 6 миллионов счетов. Вот. Стоят и маринуют, как говорится. Сейчас он из РТС пришел на сильную поддержку. Это недельный график, опять же. Вот. По недельному графику он пришел на сильную поддержку. В. Торгуются вблизи нижней границы полос Бонжера. Диапазон 1156-1166. Ну и в сильном диапазоне поддержки это 1100-1160. Так что данный диапазон он железобетонный. Так как наш рынок уже эшелон сменил. Почему он сменил эшелон? Ну тут банально все просто, потому что возникли новые риски повторного закрытия экономик из-за коронавируса и прочего, что с этим связано. Поэтому я неоднократно говорю одну важную фразу, берегите кэш. Потому что всеми деньгами в рынок лезть не стоит никак. Поэтому приберечь кэш даже в текущей ситуации, я считаю, это все равно довольно объективным, оптимальным решением. Потому что я и сам на весь свой капитал никуда не лезу никогда. Какой-то один из видов активов. Нет в этом никакой рентабельности. По дневному графику мы видим следующее. Наш рынок локально находится вблизи своей зоны перепродности. РСА, МСД, полосы Бонжер и прочее. Имеется также открытый гэп на уровне 1175. Ай, даже гэп 1-2 октября. Гэп образовался. Вот. И его скоро РТС придется закрывать. Уровень 1175. Полная отработка будет. Вообще, учитывая сегодняшний фон по индексу РТС, диапазон вот такой. 1140-1160. То есть, вот перед гэповой зоной. И вот локальная поддержка проходит. Нижняя грань полос Бонжера. Но я все же думаю, что в ближайшие торговые сессии, скорее всего, вот данный гэп, рынок надо же будет уже отрабатывать. Но, повторяюсь, если вы собираетесь чем-то спекулировать в рынке, в том, что в нашем, российском, то, господа и дам, помните, что стоп-лосс – это ваш лучший друг. Потому что в таком рынке, когда происходит погромное нашествие физлиц, но без топов работает опасно. Далее, индекс ММВБ. Ранее торговался в формации треугольник. Из него он вышел вниз. Сейчас образовался гэп. Гэп почти что полностью отработан. Полная его отработка будет вблизи уровня 2,880-2,890. Вот здесь вот. Вот на этом сопротивление. Вот, повторяюсь. Есть риски коронавируса. Массовое закрытие, массовая самоизоляция. Удар защищен по экономикам. Сейчас во Франции бары закрыли. В Лондоне там что-то кипиш происходит опять. В Москве. Он тут уже стратегию градостроителей изменили. Городоначальник наш. Говорил, что две недели назад, говорил, что коронавирус – вторая волна. Это миф, да? Это инфоршум. А сейчас взял и пак – change shoes. Так сказать, да? Change shoes. Просто change shoes. И все. И паника пошла, мол, типа, вот, начинается, опять мы все сдохнем. Ну, понятно. Поэтому и кэш в данной ситуации, господа, приберечь все-таки было бы необходимо. Так сказать, не лезть всеми деньгами. Я, честно говоря, в руноках всеми деньгами лезть даже и не собираюсь. Потому что я в ближайшем будущем планирую проводить сильную ребалансировку в своем портфеле. Добавить ему также определенные облигации. Ну, и еще и нового вида – валютные активы, в том числе. О них я как-нибудь поговорю. Поэтому на сегодняшний день диапазон торгов по индексу Московской биржи будет в районе 2,850 – 2,880. Вот здесь и вот здесь. 2,850 – 2,880. Далее индекс ОФЗ. В текущий период времени весь долговой российский рынок поддерживается за счет инвестиционных облигаций, которые выпускают, по сути, банки и откупают их корпоративные. Точнее частные инвесторы, откупающие корпоративные облигации, в том числе государственные, корпоративные и прочее. Вот сейчас на этом факторе, на данных лицах, и пока что поддерживается индекс РСЖБ, то есть индекс ОФЗ. Вот именно на них в первую очередь. Поэтому сейчас ОФЗ торгуется вблизи сопротивления 153. Проблема нашего долгового рынка в том, что Ревера Сахибзад не раз говорила, если будет вторая волна жесткая коронавируса, иначе будем дальнейшую проводить политику ДКП, денежно-кредитное смягчение ДКП, денежно-кредитное политики смягчения. То есть снижение ставки вплоть до уровня инфляции. Ниже уровня инфляции это маловероятно. Там риски просто существенные уже будут для национальной валюты, рубля то есть. Но, но, тут важно помнить но, что когда кризис кончится, ЦБРФ ставку будет активно повышать. И они будут повышать ее с целью того, чтобы сделать российский долговой рынок вновь той зоной, в которой, которую могли бы инвестировать иностранные инвесторы. То есть поднять ключевую ставку до уровня там 6-7% годовых, это самое оно, чтобы риски, чтобы доходность окупали все риски. А пока на текущий момент времени, это что касается сегодня, завтра там и прочих дней, скорее всего, вблизи уровня 152-153 протаровкой будут осуществляться. Потому что те, кто хотел выйти из ОФЗ, они уже вышли. Все. Они вышли. Остались только те, кто и держит в балансе, инвестор имеется в виду, длины ОФЗ. С погашением там 28-30-й год и прочее. Далее индекс S&P 500. Трамп, дедушка Трамп сказал, что у него коронавирус. Жена его типа тоже заболела коронавирусом. Но мы все прекрасно понимаем, что это просто предвыборный популизм. И это как бы невозможность, а скорее больше желание дедуля как-то немного попампить акции фармацевтов. Особенно компанию Jelit, так называемый, который тоже занимается созданием вакцины. И суть в чем? В том, что у него это получилось. Да, у него это получилось. Сейчас индекс S&P 500 хоть и торгуется в коллекционном движении по отношению к минувшему максимуму, но, господа, помните одно, что уровень тут самый важный сейчас от 3400. В моменте он пробит. Почему он важный? Это минувший, это бывший, точнее позапрошлый, исторический максимум. Вот есть прошлый максимум, да, это 3600, а есть позапрошлый, 3400. Вот такие сопротивления, как правило, быстро не пробиваются. Сейчас предварительно могу предположить, что формируются голова и плечи перевернутые. Вот. Все-таки на один заход еще вниз было бы неплохо сходить, S&P 500. И дальше продолжим восстановление вплоть до выборов. Вплоть до выборов. Потому что там популизм будет тоже наращиваться и все как всегда. Есть резон, немножко рынку порастим. Плюс еще заключается в другом, что начали пампить все-таки нефтегазовые компании американские, то есть сектор энергетики. Почему? Потому что сектор энергетики находится на отшибе. Он во всем мире отстал, потому что все это в технологической компании, в технологической компании, IT-сферу. Вот. А тут деньги начали постепенно перетекать, как говорится. В принципе, господа, об этом я уже неоднократно говорил, что рано или поздно мы получим переток денежных средств из пузырей в реальный сектор экономики. Ну, пузыри постепенно сдуваются. Реальный сектор экономики понемножку пампит. Не сильно, не-не-не, не сильно, не сильно, а понемножку, по чуть-чуть. И вот на этом факторе даже наши нефтяники начали расти. Европейские наши, все за американским. Вот такая ситуация. Поэтому на сегодня учитывая умеренно позитивный ход торгов 3375-3445. Вот. Вот здесь вот. И вот здесь вот. Вот. Сопротивление. Вот, вот, вот. Пока расклад, как говорится, такой. Все-таки американцев сейчас, я не думаю, что будут на какую-то самоизоляцию-то манимую сажать. Почему? Потому что у них там в прямом смысле играет их национальная вакцина. И вот, когда она в рынок выйдет, тогда надо будет уже позитивчик отыгрывать. Почему? А потому что ты в рынок еще не заложен никак. Вот в этом-то весь прикол. Далее нефмарки Brent. Ураган Дельта продолжает усиливаться. Вот. Он же кипишуется в Америке на южном побережье последние несколько дней. В чем суть? В Штатах расположены именно те самые нефтехранилища на юге США. Иными словами, эвакуировали работяг, остановили добычу нефти. И это позитивно влияет на ценообразование нефти, потому что на половину своих производственных мощностей один из участников рынка уже ушел. Это плюс. Это гигантский плюс. Вот. Сама нефть, она, ее фундаментальное восстановление сейчас понемножку прерывается из-за второй волны этих коронавируса и прочего. Поэтому живой диапазон торгов нефти 36-38, 44-46. То есть вот начало. Нижняя граница 36-38, верхняя граница 44-46. В этом диапазоне ход торгов он актуален. Ниже маловероятно. Выше тоже маловероятно. Боковик, да. Даже с целью отмариновать конкретно американских слонцевиков, сервисные разного рода компании, мировые причем, чтобы как можно больше банкротов в рынке стало, чтобы вот осуществился именно окончательный паритет между спросом и предложением. Чтобы не было излишков в рынке. Тем более сейчас нефть начинает постепенно, точнее последние несколько месяцев нефть расходуется из нефтехранилищ. Вот, что в принципе также позитивно. Поэтому на сегодня диапазон торгов будет вблизи 41 доллара за баррель. То есть вблизи вот именно этой зоны поддержки. Далее природный газ. А по нему картина следующая. Перейдем на месячный график. Абсолютное, господа и дамы, дно. Вот дно. Дно 80-х, 90-х годов. В чем смысл? Вот вышла недавно новость. По-моему, часа, наверное, ну, 50 минут назад, да. Газ в Европе подорожал до 160 тысяч кубометров. До 160 доллар за тысячу кубометров. Поставки СПГ в начале октября упали на 40% к году. Вот, кризис есть кризис. Газовые хранилищи в той же самой Европе пока еще переполнены. И все-таки, если говорить фундаментально, то это ценовое дно. Потому что от этого ценового дна, если брать вот этот расчет, этот расчет, цена потом брала и отталкивалась вверх. Но на это способствовали определенные уже экономические факторы. Не только фундаментально, но и экономика в том числе. Это то, что связано с американским долларом. Вот, ранее я тоже мысль свою высказывал. Двойное дно, тест и распределение. Что сейчас, в принципе, и происходит. Основное сильное сопротивление в природном газе, это сопротивление 2,80. Выше него сейчас маловероятно, кто-то природный газ переплюнет. Это очень маловероятно. Если говорить про локальный ход торгов, природного газа, то сегодня выступает в нем диапазон 2,54-2,72. Вот и вот. Локальная поддержка, локальное сопротивление. Ниже, пока газ маловероятно, что отмусолят. Но и выше. Пока не факт. Далее пара рубль-доллар. Недельный график. Давайте лучше всего с него начнем. Пытаются нарисоваться разворотные паттерны. О чем это говорит? Это говорит о том, что Центральный банк, ну, короче говоря, давайте, говорит, обобщено. Само государство, оно делает все возможное, чтобы предотвратить фиксирование цены над уровнем, над уровнем 80 рублей. Потому что в случае фиксирования цены над уровнем 80 рублей за доллар, это психологическая зона, выше которой будет только 90. Вот в чем суть. Поэтому сейчас государство всячески пытается этому препятствовать. И пока у них это, в принципе, получается. В чем суть? Даже учитывая то, что сейчас нефть стоит 41, 42, 43 доллара за бочеки, данный курс валютный, он неестественный. Несправедливо, скажем так. Я лично ожидаю прихода данной валютной пары, пара рубль-доллар, 71,50, 73,50. И самый край это 75. Вот от 75 и ниже, грубо говоря, до уровня 71,50. Ниже никто не даст. Но и нынешний курс, как говорится, он, мягко говоря, такой своеобразный очень. Все нарезы, кто хотел убежать, они уже убежали из долгового рынка. В принципе, конвертировать что-либо еще в доллары из рублей особо-то больше и нечего. Потому что объем продаж валюты по бюджетному правилу в период с 7 октября по 6 ноября увеличится в 2,5 раза, до уровня 126,9 миллиарда рублей. Но, повторяюсь, государство всячески пытается удержать курс пары рубль-доллар ниже психологической зоны 80 рублей. Технически данная цена, она жестко перегрета. Оп, оп. Месячный график. Вот, вот. Грубо говоря, есть куда корректироваться. Если говорить про сегодняшний день, то все внимание необходимо акцентировать на уровне 77,35. То есть уровень 77,35. Вот данный уровень. Вот. Это сильная зона поддержки данной валютной пары. Далее пара евро-рубль. Торгуются в формате клин, восходящий клин. Давайте перейдем на недельный график. Просто они мне импонируют тем, что показывают абсолютно перепродность, перегретость. Ну, например, в данной валюте сейчас мы видим то, что вот. Абсолютная перегретость. Абсолютная. И суть в том, что рано или поздно все равно будет коррекционное движение. И оно будет лютое движение. Я ожидаю 82,83 по паре евро-рубль. Повторяюсь, есть, конечно, риск самоизоляции. Есть такое. Некоторые страны уже вводят реально жесткие ограничения. Но надо смотреть сейчас непосредственно за западными странами. Что они будут делать? Вводить самоизоляцию или просто делать какие-либо социальные ограничения? Ну, там, не знаю, что-либо такое вот. Бар закрыть, либо еще что-то. Но не вплоть до общественного локдауна. То, что было в первом полугодии 2020 года. Надо селить за их действиями. Что будут делать они, то будут делать наши власти. Так что европейцы это, как говорится, фронтмены данной эпопеи. Далее Татнефть. Недельный график. Поддержка 460 рублей. Дневной график. Поддержка аналогичная. Формируется с формацией двойное дно. Вот оно. В чем суть? Суть в том, что начали расти американские компании. Нефтяники. То есть, начинается, по сути, умеренный. То есть, не массовый. Не, господа, не массовый. Не массовый. А умеренный. Переток капитала в реальный сектор экономики. То есть, то, по факту, о чем я уже говорю неоднократно. Оно рано или поздно произойдет. Я лично удерживаю в Татнефть как инвестиционную часть, как и спекулятивную часть. Скажу так, что даже по спекулятивной части я настоятельно пойду под дивидендную отсечку. То есть, я хочу заработать на дивидендах в том числе. По Татнефть. Дивиденд там будет примерно 9 с чем-то рублей на одну акцию. Дивгап, я думаю, закрыт он очень быстро. Даже, может быть, за одну торговую сесть. То есть, за один день. В любом случае, Татнефть. Актив у нас качественный. В стране. Да, НДПИ, туда-сюда. Много спада. Давайте, говорит, откровенно. Рынок это НДПИ немного переоценил. Вот все это падение, которое было. Да, это было на фоне НДПИ. То есть, роста НДПИ. Налог на доход полезных ископаемых. Вот все вот это. Рынок это переоценил. Понимаете, рынок это переоценил. И тем более, сейчас Татнефть вблизи мартовских своих минимумов. В диапазоне мартовских минимумов. Вот. Я удерживаю инвестиционную часть. Я удерживаю спекулятивную часть. Спекулятивную потом буду продавать. Свыше 500 рублей за акцию. Инвестиционную буду я держать и дальше. То есть, у стратегии она, в принципе, какая была у меня. Раньше она такая и осталась. То есть, я спекулятивную позицию, повторяюсь, набираю постепенно лесенкой. По уровням поддержек. Как мы видим, уровень 460 активно удерживается. Но, повторяюсь, в случае пробить этого уровня, да, стратегическая зона будет. Это 390 рублей за акцию. Ниже эта зона, ну, как-то маловероятно рынок. Не даст отнять куда-то еще сильнее упасть. Там и дивдоходность будет высокая довольно. Перспективная дивдоходность. Да и поддержка там довольно весомая. Свои соотношения. Так что сидите внимательно за уровень 460. По крайней мере, я еще раз удерживаю спекулятивную инвестиционную часть. Что мы видим технически, господа? Технически. Мы видим лютую перепродность. Раз. Два. Это недельный график. Дневной график. Раз. Два. Перепродность. Пора бы цене довольно неплохо отскочить вверх. Как минимум. 515, 520, 558, 575. Далее. Акции компании Северсталь. Тут мы видим плавную разгрузку. То есть, маркетмейкеры, те, кто покупал Северсталь, там условно говоря, по вот здесь они покупали Северсталь, вот здесь они покупали, было время здесь, там вот тут брали. Они просто продают ее теперь. Берут и продают. Да? Вот эта зона, это зона разгрузки у них. Локальных, там спекулянтов, там среднесрочников и прочих. Цена торгует своей информацией треугольника Северсталь. Для меня это акция лучший актив из всех. Ну, тут, естественно, головая и плечи перевернутые. Я тоже раньше мнение выражал, что косарем воняет, вот косарю и пришли. Вообще, если говорить фактически, да, основание данной информации лежит на уровне 1080. Но я не могу сказать сейчас, придет ли туда цена или нет. Реально не могу. Потому что я не знаю. Не знаю. Потому что сейчас риски конкретно нарастают. У кого имеется спекулятивную часть по Северстале, ну, можете просто стоп-лосс ставить и по мере роста его двигать. Выбивает вас по стопу, ну, значит, выходите в плюс. Не выбивает вас по стопу, ну, значит, двигайте стоп-лосс по мере роста дальше. Получайте еще более повышенную прибыль. У меня по Северстале осталась только инвестиционная часть. Следующие дивиденды будут у нас в декабре. И вот посмотрим, какой дивиденд они выплатят. По крайней мере, металлургический сектор постепенно восстанавливается. То есть, строки возобновлены. Автопром возобновлен и прочее. Вот. Так что есть пока резон поддержать. Но, господа, еще раз. Риски коронавируса, они тоже имеются. То есть, их также необходимо брать в расчет и учитывать. Поэтому, повторяюсь еще раз. Я держу инвест часть по Северстале. У кого имеется спекулятивная часть, можете стоп-лосс ставить и по меру роста его двигать. Все. Ну, и стоп-лосс ставить примерно на 2% ниже рыночной цены можете. Как вариант. Под поддержку. Далее. Компания Аэрофлот. Ну, прогибает цену вниз. Это понятно. Допомиссия на носу. Вот, отвечая на вопрос, стоит ли лезть вообще в Аэрофлот. Но, господа, кто бы кого никуда не зазывал. Даже, я, например, помню, прекрасно некоторых зазывал. То есть, инвестблогеров. Вот они здесь зазывали покупать Аэрофлот. Вот здесь. Вот здесь. Цели куда-то на уровень 100. Ну, господа. Тут дело каждого. Хотите покупать, ради бога, покупайте. Но я бы лишь покупать сейчас не стал бы его. Даже в долгосторг. Вот я бы для начала подождал бы, что будет дальше с этой доп. эмиссией. Мне это сейчас непонятно вообще. Они умалчивают цену. По какой цене будет проходить доп. эмиссия это. А это фактор очень довольно весомый. Который необходимо узнать, уточнить. И уже от нее ориентироваться. Поэтому пусть и дальше цены по Аэрофлоту давят. По крайней мере, придет на поддержку 58 рублей за акцию. Можно даже спекулятивно ее обмозговать. Потому что тут поддержка будет довольно эффективна, довольно весомая. По недельному графику, что у нас происходит здесь. То же самое. То есть, будет перепродность. Что тут она была, что здесь будет и прочее. Сектор авиаперевозок, если вы про Российскую Федерацию. Он восстанавливается просто улиточными темпами. Почему? Потому что мировой сектор авиаперевозок еще не восстановился. И он не восстановится сейчас. Он восстановится только там году 22-му как минимум. Потому что, когда уже вакцины будет, когда презентуют, когда народ выдохнет. Да, когда риск самоизоляции уже в историю уйдет. Все. Как говорится, те, кто забаламутил этот коронавирус. Те, кто замутили этот коронавирус. Они, как говорится, его потом перестанут эксплуатировать. Поэтому сейчас, сейчас в Аэрофлот я бы лучше не лез. В принципе, на этом все. Повторюсь еще раз, господа. В условиях текущей ситуации, всем капиталом в акции, если вы инвесторы, лезть не стоит. Все-таки я как вижу, опять же, по тем людям, которые читают, смотрят канал Биржи. Телеграм-канал, Ютуб-канал, ВК. И понимая, они все среднесрочники. Все эти люди, они пришли на рынок на 1-2, может, 3 года, господа. Вот специально для вас я хочу еще раз напомнить. Не надо все вбухивать в акции. Вбухивать можно и в облигации. Те же самые. Потому что сейчас облигации обходят стороной. И понимаете, в них видят некую нерентабельность. Ну, господа, ну ты чушь собачья. Они рентабельны, как и акции. Они по курсовой разнице растут. Но не как акции там, но немного растут по курсовой разнице. Когда спрос на какой-то особо гигантский, скажем так. Поэтому, к примеру, я в будущем, в ближайшем, скорее всего, просто ребалансировку конкретно проводить по портфелю. Валютные активы будут некоторые подбирать определенные. Ну, опять же, когда валюта придет на свои нормальные цены. По доллару, то 71.50, 73.50, 75. А по евро, то 82.83. Вот. Потому что по валютным позициям у меня раньше были спекулятивные позы. Там от 68 сцель на 73.50, 74. Там, в принципе, я раздавал все это. Но не суть. Вот. Облигации, акции сама. Ну, то есть, дробите, господа. Там 40% облигации, 40% акции. Ну, и немножко валюты. Я просто ему говорю, вот, смотрите вот этот видеоролик. Портфель русская стабильность. Изучите его на досуге. И там будут все возможные ответы на ваши вопросы. Конкретно каких имитентов вам выбирать. Ну, тут уже вы либо сами думаете, либо пишите мне в личное сообщение. Вот. Либо сюда, email почта моя, либо во ВКонтакт. На этом, в целом, все. Подписывайтесь на канал. Биржевик. Канал о рынке акций. У нас основы биржевой торговли, аналитика, обзор акций и облигаций, технические, фундаментальные и экономические. А также торговые идеи, краткосрочные и среднесрочные, которые рекомендациями не являются. Они пользуются в качестве технического анализа. И в качестве также новостного анализа на телеграм-канале Биржевик, а также на ВКонтакт-группе Биржевик. Новостной анализ, имеется в виду, вот вышла какая-либо новость. Там компания АБВГД одобрила дивиденды супер высокие. Значит, цену будут ее пампить вверх, отыгрывать данную новость. И вот такие известия многие наши подписчики тоже отрабатывают. Потому что я сам тоже постиваю эти новости в телеграм-канал, контакт-группы и прочее. И кто может, тот заработает всегда. Также у нас имеется телеграм-канал Биржевик облигаций. Там поиск новости, обозрения, фундаментальный анализ эмитентов, которые выпускают свои облигации в рынок. А также обучающие посты по долговому рынку в том числе. И у нас имеется канал Биржевик банки, где публикуются новости, аналитики, обозрения, мнения, финансовый сектор, банки, прогнозы. И все, что связано именно с финансовой отраслью Российской Федерации. То есть с банками преимущественно. Помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время и грамотная стратегия нашей главной союзники. На этом все. Благодарю за внимание. И до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok